Продолжаем изучение модуля «Холодные и мокрые зоны». Поговорим в этом уроке о работах в ванной комнате. Пожалуй, самое важное при проведении ремонта в ванной комнате или в санузле – это правильное планирование этапов работы. Я вам предлагаю самый оптимальный способ, как все это спланировать, чтобы достичь идеального дизайнерского ремонта, где у вас будет все соответствовать друг другу. Первый этап – нужно рассчитать геометрию помещения после формирования прямых углов с учетом слоя плитки и плиточного клея. Мы уже привыкли к тому, что ванная комната или санузел должны иметь идеальные прямые углы. Для чего это нужно? Дело в том, что у нас помещение небольшое, и нам нужно разместить практически во всех углах какие-то полезные сантехнические приборы, либо шкафчики. Если мы говорим про ванную комнату, в одном углу у нас, допустим, располагается ванна, в другом – душевая кабина, в третьем может располагаться шкаф какой-то встроенный, либо в углах развешаны шкафчики. Все это требует прямых углов. Ну и в санузел, соответственно, то же самое. Поэтому, если у нас имеется большое расхождение стен, то и геометрия вот этой комнаты может претерпеть значительные изменения. Поэтому после замеров вы должны по-хорошему сделать штукатурку стен по маякам, при этом еще выровнять все углы под 90 градусов. И только после этого можно сделать уже нормальную планировку. Еще один остался философский вопрос у всех ремонтников. И постоянно электрики, сантехники, штукатуры дискутируют. Знаете, как философы дискутируют, что раньше яйцо или курица. Электрики дискутируют со штукатурами, что раньше должно быть проводка или штукатурка стен. Также и сантехники дискутируют, что должно быть раньше. Либо штукатурка стен в ванной комнате, либо прокладка труб. Я считаю, что все-таки раньше должна быть штукатурка, а потом мы должны прокладывать трубы. Почему нужно именно делать таким образом? Потому что для точного вывода труб очень важно поймать чистовой уровень стены. В данном случае мы должны поймать чистовой уровень стены с учетом толщины плитки и плиточного клея. И прямо вот под этот финишный уровень вывести свою трубу. Потому что если она будет слишком торчать, мы получим щели при установке смесителя. Если она будет заглублена на несколько миллиметров, у нас не получится вообще в целом установка, потому что будет вероятность каких-то подтеков. Поэтому здесь это даже важнее, чем при прокладке электрической проводки с точки зрения эстетики. Поэтому мы первым делом делаем штукатурку стен и стяжку пола, если это требуется. Но если мы говорим про этап планирования, нужно следом подобрать и заказать плитку с учетом чистового размера стен, чтобы в дальнейшем постараться избежать лишней подрезки. О чем я говорю? Если мы решили, что у нас будет плитка небольшого размера, и мы имеем большую ванную комнату, мы можем даже подогнать размеры стен так, чтобы ее длина была пропорциональна размерам плитки, с учетом межплиточного шва. Тогда нам не придется подрезать плитку в углах. Лучше потерять там вот эти вот 5 сантиметров в углу пространства, чем лицезреть узкий слой плитки размером 5 сантиметров. Согласитесь? Если у нас, конечно, плитка большого размера, как сейчас это модно, 60 на 60, 60 на 120, тогда, конечно, это не вариант. Тогда мы должны исходить из прежних предпосылок о том, что у нас должны быть равномерные вставки по краям стены, при этом ширина вставки должна быть больше, чем половина этой плитки. Далее. Мы должны сделать план размещения сантехники с учетом расположения стояков с привязкой к рисунку плитки. Этот момент, я думаю, чуть подробнее расскажу в следующем слайде. Следующий пятый шаг – заранее заказать все сантехприборы под эту схему. Это важно, потому что если мы не сможем приобрести этот сантехнический прибор через несколько месяцев, когда у нас уже будут ремонтные работы на завершающем этапе, то нам придется все заново скрывать и переделывать трубы. Наверное, это не то, что нам бы хотелось на финишном этапе ремонта. Далее. Учесть несущие стены и воздуховоды при планировании прокладки труб, установки рамы скрытой инсталляции и встраиваемых смесителей. Что это значит? Если мы говорим про встраиваемые смесители, которые заштравливаются в стену, в толщу стены, либо если мы говорим про инсталляцию, которую тоже хотелось бы затопить прямо в толщу стены, и чтобы не терять пространство на небольшой площади ванны, тогда мы должны понимать, где есть стены, в которые мы можем заглубляться, и где стены, которые мы вообще не должны повреждать никаким образом. Это, конечно, несущие бетонные стены, либо бетонные колонны. Либо есть у нас всегда ванная стена, где расположены воздуховоды, вытяжную вентиляцию, поэтому там мы тоже никаких манипуляций производить не можем. Также, когда мы речь ведем о прокладке труб, в идеале, конечно, не закрывать их коробом, а заштабливать в стены. И тут мы тоже должны учитывать расположение бетонных колонн и воздуховодов. Следующий седьмой пункт. С учетом раскладки определить места для вывода труб из стены, встроенных полок, зеркала, люков, кнопок и так далее. Этот седьмой пункт мы рассмотрим чуть позже, вместе с четвертым. Последний, восьмой пункт в этом слайде. Подобрать место для полотенцесушителя. Для водяного полотенцесушителя в квартире выбрать максимальные размеры. Почему максимальные? Потому что в ванной всегда влажная. И чем больше будет размер водяного полотенцесушителя, тем большую теплоотдачу мы получим за бесплатно. Если это квартира, то чем больше площадь нашего полотенчика, соответственно, тем лучше он будет обогревать и сушить нашу ванную комнату. Если речь идет о коттедже, то, конечно, здесь его мощность определяется вашими финансовыми возможностями и готовностью тратить. Почему полотенцесушитель мы выбираем в конце? Потому что сначала важнее всего разместить правильно сантехприборы, дальше уже под оставшееся пространство мы можем найти место для полотенчика. Сейчас их, к счастью, выпускается огромное множество. Это совершенно разные конфигурации, размеры. Бывают вертикальные, бывают горизонтальные, на любой вкус и цвет. Поэтому здесь не проблема. Важнее всего его сначала купить, приобрести, чтобы мы уже точно знали, что вот есть у нас полотенчик, у него есть вот такой-то размер выводов, и под эти выводы уже готовить трубы. Иначе опять получится так, что мы вывели трубы, а полотенцесушитель оказывается снят с производства, и мы его не сможем приобрести. Так, давайте подробнее поговорим про подгонку размеров. Мы должны подгонять размеры ванной комнаты под размеры плитки, если мы хотим избежать каких-то узких вставок и вообще каких-то вставок. Если эта плитка небольшая, то тут проблема небольшая, соответственно. Особенно если ванная комната большая. Если мы хотим сделать красивый дизайнерский ремонт, то мы можем в большой ванной комнате немножко сдвинуть стены, таким образом, чтобы размеры этой стены соответствовали размерам плитки с учетом межплиточного шва. Тогда мы не получим никаких узких вставок, и у нас будет ровная, нерезанная плитка от угла до угла. Это будет здорово. Кроме того, нужно сделать примерную раскладку и определить место расположения элементов, которые крепятся на стене. Ну, конечно, речь идет о каких-то полочных нишах, которые очень часто используются в ванных комнатах. Мы там храним шампуни какие-то. Там, я не знаю, все что угодно. Все, что имеет отношение к нашей красоте, уходу за телом. Полотенце и так далее. Мозаичные вставки, ревизионные люки, встроенные зеркала, кнопки инсталляции. Это я потом проиллюстрирую на конкретных фотографиях. Конструктивные элементы, которые находятся на виду, такие как краны, кнопки инсталляции и так далее, должны быть пропорциональны относительно расположения плитки. Желательно расположить их в центре плитки. Помните, я вам показывал слайд, где кнопка инсталляции располагается неправильно и там, где она располагается правильно. Мы должны стремиться к тому, что вот эти все вещи были расположены пропорционально относительно рисунка, который образуется после выкладки керамической плитки. Вот это будет красивый дизайнерский ремонт. Вот это будет красивый дизайнерский ремонт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова